Государственная Дума России. Теперь вы покажите ваше устремление. Пожалуйста. Как фамилия здесь? Сапожников. Сапожников Владимир Васильевич Сапожников. Запишите. Сапожников. Фамилия у вас оправдывает вас, к сожалению. Значит, вызывайте, я вам ставлю визвестность, что вы здесь немедленно должны вызвать начальника ОВД, начальника ФСК, сюда, ко мне, на вот сюда на встречу. После встречи я буду с ним разговаривать. Немедленно, сюда, ко мне. И поставьте их визвестность, что дни Степашина сочтены и ели надо. А потом я вам буду срывать погоны. Вы будете, 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 будете. И пенсии у вас не будет, и погон не будет. А чем вы занимаетесь произволом? Ходите, как бандит здесь, и говорите, не буду, не хочу. Кто вам так позволяет вести себя? Вы подонок, понимаете? Вы подонок. Вы герб снимите. Герб снимите, подсолковник. Снили герб под лек. Нарушайте власть, нарушайте закон. Вон, Конституцию, негодяй такой. Бандец, бандит, убирайся отсюда. Пошел отсюда вон. Бандит такой. Бандит, а не милиционер. Должен заниматься властью, а ты с ним ходишь. Шатаешься. Тебе купили меня? Купили тебя? Бандец такой. На доллары продаю. Это называется власть, Россия. Негодяй такой. Там еще один проходимец, отдел фурак. Вы приходите, бандиты, купленные здесь. Видите, ваша власть какая. Все расходуется в вас. Все, он же забыл, кого он должен защищать. Отдайте ему, брата. Провождайтесь, если впереди, не медалку. Не за вашу медалку. Ну, из-за. К другим новостям. Потасовка в стенах Госдумы. Ее зачинщиками выступили депутаты из фракции ЛДПР, протестовавшие против результатов выборов в парламент Ямало-Ненецкого округа. После нескольких выступлений с мест, либерал-демократы во главе со своим лидером решили покинуть зал заседаний. Однако перед самым выходом Жириновский вступил в припалку с депутатом фракции Родина Андреем Савельевым. И вот чем все закончилось. Потому что вы выиграли эти выборы. Так, уважаемые коллеги. Так, я вас призываю. Владимир Вольфович, Жириновский. Уважаемые коллеги. Мужчины, я вас призываю в порядке. Уважаемые коллеги. Давайте не уподобляться другим парламентам. Уважаемые коллеги. Еще раз прошу. Так, уважаемые коллеги. Так, уважаемые коллеги. Мужчины, я вас попрошу. Владимир Вольфович, скажите, пожалуйста, провозглашая с высоких думских трибун, сотрясая воздух там кулаком и другими частями тела, и всячески отрицая очередную какую-нибудь инициативу правительства, будь то налоговый новый кодекс, трудовой кодекс, там, или еще какой-нибудь, ругая всех, упрекая и всячески отрицая важность того документа, его системность, который выносится на обсуждение Государственной Думы, затем вы предаете, по сути, все ваши избиратели, которые, собственно, и ценят, и любят вас, и, наверное, и голосуют только потому, что вы занимаете вот эту непримиримую позицию, ваша фракция, как один, кроме вас, это надо очень важно, этот момент заметить. Владимир Вольфович лично не предает, он дает команду, чтобы предала целая фракция. Так вот, затем все голосуют за этот закон, даже за антинародный закон. А Владимир Вольфович чистенький и пушистенький, говорит, а я не голосую. Я сейчас выйду, встану и уйду, если не будете вести дискуссию. Вопрос, он задает мне, 40 секунд. Он делает выступление, потому что он авантюрист, проходимец, пришел сюда к вам в студию. Вы уже отвечаете, Владимир Вольфович? Он же лжет, он ничего не знает, что в государстве в Европе происходит. Так ответьте ему. Ну, и он что делает? Я встаю уху. Вы уже задали вопрос. Или он замолчит, или я ухожу из студии. Нет, вы отвечаете. С придурками я сидеть не могу в одном зале. Вы отвечаете, Владимир Вольфович. Это типичный придурок, сумасшедший, посмотрите на его глаза. Сумасшедший, больной человек, как и его кандидат в президенты. Куда уехал его кандидат в президенты? В Америку. Кандидат в президенты в России сидит сейчас в Америке. Предатель там получает деньги из Госдепа. В Госдуме, уважаемый придурок кандидата в президенты, мы голосуем так, как мы считаем нужным. Это ЛДПР. И я ее руководитель. И вам под лицу никогда не позволю говорить о том, что кто-то кого-то предает. Это партия, которой 20 лет. И за нее голосуют миллионы людей, в том числе 13 миллионов. За вашу партию придурков и сумасшедших проголосовало меньше 1%. Сейчас не мешайте мне. Я просто хочу говорить об ответственности. Сейчас же не мешайте мне. Не умеете вести дискуссию, теперь я буду вести дискуссию. Пожалуйста. Вот с такими вот негодями. Кстати, на его лицо. Больной человек. Шизоид. Посмотрите. Любой психиатр скажет, сумасшедший. Поэтому мы приняли все законы и снова будем принимать. Потому что если вы имеете высшее образование и преподаватель вуза, то вы работаете по законам, которые мы приняли. Зарплату вам повышают. Это мы сделали. Армия сегодня дует все больше. Это мы сделали. О чем вы говорите? О гонпредательстве. Все законы, гонк будет, ты дурок, гонк будет звенеть. Уши еще не работают у тебя. Вот гонк будет звенеть, тогда и закончится время. Все законы нужны. Если есть плохие законы, мы вносим поправки. Вот сейчас ввесли поправку и снова увеличили добавки. И мы критиковали и будем критиковать. А законы нам очень нужны. Поэтому вот так перед всей страной. Говорить о том, что мы как там голосуем, вы должны быть в думе. Вас никогда не было и не будет в думе. Потому что больных людей, избирателей, никогда не выбирают в Государственную Думу. Парламент именно для принятия законов. Если вы собираетесь идти в парламент, не принимать законы, Ваше место на улице или в психушке. Ваш вопрос, Владимир Михайлович. Пошел вон отсюда из студии. Я тебе сказал, пошел вон отсюда. Пошел отсюда, нахер, подонок. Пошел отсюда. Тебе сказали. Я еще раз говорю, я подам в суд. Пошел куда хочешь, такой суд может идти. Я так размажу тебе всю голову, преподаватель ты. Ты дурак. Возьми его отсюда, выкини. Че ты стоишь, Олег? Возьми за шкирку скотину эту. Да вы что, с ума посходили? Вшел отсюда, подлец. И негодяй. Я тебе покажу. Так сказать. Негодяй такой, чтоб тебя близко не было, скотина. Выберни его отсюда, подлеца. И расстреляй его там в коридоре. Сволочь такая. Я тебе покажу. Мерзавец. Все, замолчи. Я не замолчаю. В этой студии ты молчи, говорю я. Хорошо, скажите вам об этом. Все. До свидания. Туда до свидания. Туда. Метрофон выключен. Нет, так не пойдет. Так не пойдет. Какая-то свобода слова. Пойдет. Нет. Как только я заговорил о русском, выключайте микрофон. Ничего. Так, давай евреев будем говорить. Все. Отдаем государство российское в руки евреев. Вот, вот, слабый, миханый слабый все. Вот, здесь, свобода слова, микрофон выключили. Садитесь, садитесь. Потому что ломаю сценарий его. Вы трус, избывались. Я ничего не буду. Вот, ваши микрофоны. На эти, не нужны ваши микрофоны, если вы их снимаете. Я не трус. Я не трус. И надо сказать, минутку. Минутку. Закрывай. И я должен сказать, и я должен сказать, что романцы... Сюда памятник поставил. Помолчите, пожалуйста. Помолчите, пожалуйста. Помолчите, пожалуйста. Я хочу вызвать, могут охрана? Все, 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 все. Анатолий Петрович, пожалуйста. Вы сердца, почему вы... Ну, хватит. Это даже в деревне Мумба и Умба нет. Но в этой студии... В этой студии... Чего от коммунистов отличается? Ничего, ничего. В этой студии... Они нас в кулак загнали. Да ну вас... Не знаю просто, я тебе... Плохой человек. Как мне скажут плохой человек? Просто плохой человек. Ну, дурак. Все. А уже другие слова не употребляем. Другие все плохие. Говорят, вот ты рас***й, да? Нет, нельзя. Это плохо. Чем плохо это слово? Оно же более... Больше понятнее. Мудак уже считается плохо. Ну, ты мудила вообще плохо. Владимир Жириновский решил освободить великий и могучий русский язык из пленов. Из плена интеллигентских предрассудков. Об этом он заявил сегодня в Государственной Думе. Присутствие почтенного собрания светил российской языковической науке и деятелей культуры. План Жириновского по-ленински прост. Во-первых, надо срочно решить интеллигенцию статуса самой умной социальной прослойки. Во-вторых, разрешить публичному потреблению вранные народные выражения. И, наконец, в-третьих, поменять все иностранные и заимствованные слова на их русские аналоги. Так Жириновский собирается окончательно утереть нос Америки. Я уже говорю про понос. То есть, у него только говорит диаерия, а понос это как бы все. Как? Человек хочет туалет, как мы говорим. Слово туалет говорит чужое. Уборная ему никакие употребляют. Нет. Английский оклозет. Ну, упаси бог. Назвать так, как по-русски называют. Так вот называют по-русски. Барен, ребята. Стральник. Вот, все. Русское слово. Глагол срать, да? Там. Другой он мог обосраться. Нет. Что у него? Да там, понимаете, у него там что-то с желудком улетит. Что с желудком? У него с желудком все в порядке. У него с желудком все в порядке. Светивые российские лингвистики, которых позвали в Думу для серьезного разговора о новом законе, о языке, пытались урезонить реформаторский пыл Жириновского. Но перекричать вице-спикера они не смогли. Воспитание не позволило. Пидорас вы не хотите употреблять слово? Это же иранское слово. Писиское. Пидор, отец, мужчина. По-русски есть нормальное слово. Мужеложец. Русские юристы придумали. Нет. Обязательно. Гомосексуалист. Колчак плохо кончил, и Ленин плохо кончил, и Горбачев плохо кончил, первый президент, и второй президент России первый, Ельцин плохо кончил. Они много нас плохо кончают. У нас русское слово кончать уже другой смысл имеет сегодня, к сожалению. Неожиданно план Жириновского нашел поддержку у деятелей культуры и коллег-депутатов. Некоторые даже соответствующие цитаты из Пушкина зачитывали. Зато молодежь лидера ЛДПР не поняла. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Пишет Соболевскому. Февраль 1828 года. Безалаберный. Ты ничего не пишешь мне о двух тысячах в ста рублях. Мною тебе данных. А пишешь мне о мадам Керн, которую с помощью Божией я на днях уйдю. Накажи святой угодник капитана Борозду. Разлюбил он, греховодник, нашу матушку пи***ю. Я на самом деле как человек такой достаточно лояльный. Я не понимаю вообще о чем здесь разговор. Надо сказать Жириновскому все это очень понравилось. И закон запрещающий свернословие доведет до полнейшего абсурда. И себя перед народом опять удалось таки показать. Народ наш любит крепкое словцо. Александр Орлов, Андрей Плескунов, телекомпания ЭКО Москва. В общем, каждая фракция, казалось, услышала, что хотела. Кроме все-таки КПРФ. Перед вами стоит задача обновления серьезного курса, формирования качественной команды и проведения реалистичной политики. Мне представляется, вы к этому не готовы. Хочу напомнить, что правительство, которое уходит, за 4 года не построило ни одного крупного современного наукоемкого предприятия. Перед войной за 10 лет было построено 9 тысяч предприятий. А зачем эти заводы нужны 9 тысяч? Вы сперва уничтожили все царские заводы. И поэтому на развалинах царской экономики вы были вынуждены строить заводы. А как вы их строили? Заключенные! Вы всех мужчин России погнали строить ваши заводы под дулами НКВД! Сплошной гулаг был у вас! Нам не нужно 100 тысяч докторов и 9 тысяч предприятий. И не надо строить новые предприятия. Сегодня деньги, деньги дают услуги и информация. Нам нужно строить компьютерные центры, информационные, новая технология. Это делается в кабинетах, в тиши лабораторий. А вам нужен гудок. Снова гнать всю страну и снова там будут канавы рыть. И снова там будут выходить трактора, на которые залезть нельзя. Трехэтажный трактор. Поэтому внимание на человека. Вы убили Столыпина, вы убрали Косыгина. И сегодня мешаете новому премьер-министру приступить к работе. Вы портите настроение всей стране. Всей стране портите настроение. А национальная идея для нашей всей страны это хорошее настроение. Хорошее настроение всем. И будущим министрам, и депутатам, и всей политической элите. Которую вы вырезали трижды в 17-м, 41-м, 91-м. Еще один вопрос. Кого вы считаете свиньей в политике? Новодворская Валерия Ильинична. Такая здоровая, как облик такой. Теплой свиноматки такая. Свинья такая тихая, упитанная она. Демцов, как такой злой поросенок. Гайдар. Такое круглое лицо, такой пятачок. Такой поросячий пятачок у него течет, все слюни. И всеядный. Вот это поест, отравится, поблюет, снова, так сказать, кушает. То есть в этом плане есть похожие. Есть похожие. Ну, Суганов. Такой Боров, такой немножко старый, злой. Ну, деревня Мымри. Там очень много свиней, как бы. Они же все в деревне родились. Ельцин, Будки, там, Горбачев, Привольное село. Брежнев, село Каменск. Они все, в принципе, свинопасы. Поэтому бардак в стране. Все свинопасы нами управляют. Вот. Хакамада, леса. Такая все ходит где-то, так сказать, все. Ну, Путин, он, у нас же лыжи, как бы, бегает быстро. Здесь можно сравнить его с каким животным, не знаю. Олень. Тоже бежит где-то, так сказать, все это красиво. Вот. А, Фрадков, барсук. Такой сидит, что-то хох-ох-ох, хох-ох, там, ковыряется все. Медведь, Брызлов. Вот видите, они, медведь, у них сила такой. Такие медленно все делают, что-то стараются. Ну, в принципе, медведь самое тупое животное. Об этом надо знать. Свиня умнее. Свиня, она чужое ничего не берет. А медведь чужое, дупло за медом. Рыбу, браконьер, медведь. Рыбу ловит, так сказать, не имеет на это никакого права. А себя? На человека может напасть. А? А себя снимать? Я волк. Волк. Тихий, спокойный волк, который ищет Маугли. Я бы найти Маугли и воспитать. Вот Маугли. Вот я вышел Маугли и... Вот Маугли. Все тихий, спокойный. Я из него сделаю не Павлика Морозова, а такого... Сколько лет Маугли? 14 лет. 14 лет. Вот все. Начало его жизни, так сказать. Вот все. Молодец. Вот я хочу заниматься беспризорниками. Волк, который будет беспризорников делать хорошими ребятами. По вас ему... Вот ложь. Вот. Когда вы такие лживые, гнусные, Лазардо пойду в суд. Червяки. В суд пойду. Что вы будете делать? Пойдем. Я вас потащу в суд. Что в 90-м году обещал? Каждой женщине по мужику. Никогда не обещал. Где? Никогда. Никогда. 10 миллионов женщин. 10 миллионов женщин в России без мужиков. Вы меня здесь... Идите к ним. Они с вас просят. Сделайте с ним что-то. И не буду сейчас бить в муну. Все, я укажу. Не, не, Ларусь. Или охрана сейчас зайдет, мы его перестеляем здесь. Что подлецы не бодят. Человек, который в наглую стоит и в жопу. Борис Борис, понимаете, все-таки... Подлецы. Подлецы. Вы демократы. Они изуродовали страну. Теперь продолжают говорить, что я что-то говорил. Ваши продажные средства массовой информации. Я этого никогда не говорил. Никогда. Поднимите сейчас дебаты 93-го года. И вам покажут, что я сказал. Про мужиков. Что вы думаете? Нет, никогда. Борис, Борис. Ну как? Никогда. Но давайте будем говорить то, что он говорил. Ваш Чубайец. Да сейчас просто поставим. Я сейчас рядом Чубайца спросил. Не боитесь перейти и ответить на вопрос. Если вы так делаете цирку, я очень рад, что народ из казан-то едет. Давайте поделать. Больше подлецов и негодяев нету. Поделать. Подлец и негодяй. Понимаешь? Сейчас, сейчас. Вместе с своей партией. Своими бандитами. Всегда на бандите сидите. Вместе со всем Дальним Востоком. Нет, из Дальним Востоком, там есть честные люди. Спокойнее, спокойнее. Но такие же мерзавцы, как ты, Надежда, есть и там. И вы до сих пор во власти. Вас уже уничтожить, а из вас снова партию создать. Морда что любить. Баш Чубайц обокрел всю страну, а он снова министр. Баш Кириенко устроил дефолт Баш Кириенко. Борис, Борис. И он снова сегодня в Росстат. У меня есть предложение. Давайте теперь послушать. Мне защищают, мне защищают поражение, а я не буду бить ему морду. Не надо. Не надо. Ты подлец и негодяй. Подлец и негодяй. Тебя рвать на части нужно. Подлона, преступник. Все, прекрати. Иди. Отвратительное. Вот иди, говори. Я ему навык. Владимир Вольф. А этот подмосковный бандит говорит, иди. Сейчас иди, где моя охрана. Подожди сюда охрана моя. Не надо, все спокойно. Иди сюда охрана. Сюда войди. Так. Дай, возьми эту подлеца и выкинешь ее из зала. Не надо. Возвращайтесь. Выкини его отсюда, я сказал. Это передача не надо. Не надо. Да пошел он из зала отсюда. Так. Охрана НТВ есть? Нет охраны НТВ. Так. Владимир Вольф. Второй охранник заходил. Владимир Вольф. Второй охранник. Ну что устраивает. Второй охранник. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Спокойно. Все ничего не вижу. Забери этого подонка. Тварь этого. Не, не, не. Значит, чтобы эту тварь баши ебил никогда и нигде. Спокойно. Это вам надо тогда сказать. Это самый последний негодяй. Я, что вам к Кремлю. Ссовается на место. Владимир Вольф. Ссовается на место. Чтобы эти подлецов я не видел нигде больше. На место. Вставайте, пожалуйста. Бандиты жули. Покойно. А элементарный подмосковный бандит. Да, успокоимся. Ну что такое? Не надо успокоиться, а ты успокоим в тюрьме. Покойно. Миллионы погибли из-за вас. Подлец. Все, ребят. И негодяй. Выведи его отсюда. Я ты сказал. Выведи отсюда, эту сволочь. Владимир Жириновский, рассуждая о проблемах страны, вспомнил свою родословную. Я внук фабриканта, а у нас сегодня дети Шариковых. Дети рабочих крестьян, которые забыли, что такое собственность. Забыли, что такой собственный труд, чтобы за него биться. Владимир Вольф сказал, что нужно обращать внимание на элиту, с ней работать. А от рабочих и крестьян, вы сказали, я сказал дословно, появляются только дети Шариковых. Я сам из рабочей семьи, Владимир Вольфович. Я с вами абсолютно не согласен. Значит, нет-нет, я записал дословно. Может быть, да. Ну, я записал. Значит, у нас талантливый народ. Нам нужно бороться с бедностью и решать проблемы образования. И не люди виноваты в том, что часть населения у нас деградирует с бедностью, в которую мы ее загнали за предыдущие 15 лет. Это наша с вами вина. Даже если мы, вот я лично 15 лет назад не был в таких высоких и важных кабинетах, не работал. Мы сегодня здесь. И это наша вина и наша ответственность. Бороться с бедностью, решать проблемы здравоохранения и образования. Это был откровенный, порой эмоциональный и в целом полезный разговор, отмечали по итогам встречи парламентские. Ирина Хакамада, вице-спикер Государственной Думы. Пожалуйста. Ирина, вот мы уже слышали от уважаемого гостя, адвоката, о вашей карьере, о вашей жизни. Ну вот тогда вам прямо наводящий вопрос. Потому что все равно вы будете на него отвечать. Вы ощущали дискриминацию на себе во время всей своей карьеры? Ну естественно. Значит, вопрос серьезный. И на все попытки Владимира Вольфовича превратить все в цирк. Да я не прощаю цирк, в том числе, что я прощаю. Я предлагаю Владимиру Вольфовичу меня обращать. Я лишаю вас слова, Владимир Вольфович, я вас лишаю слова. Да не лишайте, вы дома лишайте вашего мужа детей слова. Я лишаю вас слова сегодня, потому что так даже невозможно. Значит, я хочу... У меня есть несколько замечаний. Что не содержать? Записывай. Считай. Замечание. Значит, замечание не ее. Ей подсказали консультанты мужчины. Владимир Вольфович. Надо предлагать позиции. Владимир Вольфович. Живот. Вот и вызывает смех, когда их учат консультанты мужчины. И они нам есть доказывать, что нужно защищать жену. Владимир Вольфович. Пускай выпустят запись. Ну, хватит, хватит. Вольфович, вы демонстрируете самый плохой тип женского поведения. Остановите. Значит, у меня несколько замечаний и одно серьезное предложение. Значит, первое замечание по поводу вашего высказывания. По поводу подсознательного, что у женщины в подсознании здоровый секс. Ну, и слава Богу, что у женщины он в подсознании, потому что у мужчин его нет нигде. Ни в подсознании, ни в подсознании. В результате приходится с утра до вечера говорить своим одуревшим подросткам, что не надо курить наркотики, нужно использовать подзерватив. Вы его про секс хотите говорить? Нет, вот она тут же подгодила. По поводу спокойно. Тут же подгодила. По поводу не перебивайте меня. Какое вы можете на себя женщине? Все мужчины подгодят в видео. Если вы не даете говорить женщине, значит, вы ее боитесь. Ну, вы только что раскопили себе жену. По поводу богового. Видишь как? Ну, а не, правда, обиделся, значит, комплексует. Значит, по поводу богового. По поводу богового. В детском саду. Да? Оценочки тоже. Знаете, женщина отличается от мужчины, что ей хотя бы хватает ума не оценивать мужчину по длине его ног. Да. Поэтому вам до бога так далеко, что вы даже и не пытаетесь. Понимаете, лучше и беды перечитать. С такой юбкой вообще ничего нельзя. Теперь по поводу, что поможет. Что вроде всего этого Стёба бесконечного поможет. То, чего нет ни в одном парламенте мира. Я задам только один вопрос по истории. Нет твоего вопроса. Нет. Нет, вы сказали, что все войны ведут мужчин. Хватит. Хватит. Маргарет Тэтчер, Индира Ганди, Голда Мэйр, Екатерина Вторая. Женщины вели войны. Женщины больше войн вели, чем мужчин. Потому что перед ними были такие, как вы. Нет. Историческая справка. Чтобы не говорить так. Давай. Нормально. Нормально. Все, отлично. Вы это хотите, но он не хочет. Поэтому у нас на 10 миллионов меньше. А вы все еще живете, живете. Живете. Вы так не доживете тоже. Вы не поможете. Живете. И пенсии вас лишили. Вы не будете получать. Значит, я... Вот, Владимир Владимирович, я все думаю, как с вами обращаться. И считаю только шутят. Потому что серьезно нельзя относиться. Ну, конечно. Никто по этому закону даже не рассматривает. Вам нужно дать передачу в пользу женщин. В России это не пройдет. И передача ломается. И он уже меня обидит, что я плохой. А они хорошие. Не сменится. Нет, нет, нет. Вам нужен заказ для Запада. Чтобы в России будут такие же права у женщин. Не будут. Будут. Не будут. Запад наоборот, чтобы быстрее погибли. Это российская справа. Мне нужно сделать... Россия выживет тогда, когда она станет гармоничной страной. Она никогда не станет гармоничной. Пожалуйста. Никогда. Ну, это вы сказали. Тем не менее, вот ситуация все равно. Вы назвали прибалтийских фашистов патриотами. Первое. Не надо их называть фашистами. Это неправильно. Это нехорошо. Они нацистами не надо. Они проводят независимую политику. Сейчас многие называют Ющенко и его окружение антироссийским или нацистским. Нет, давайте про Прибалтику. Вы считаете, что это правильно, что в Латвии часть населения не имеет гражданских полных прав и имеет собачий статус неграждан? Вы считаете это правильно? Нет. На мой взгляд, это государство апартеида. Если я вижу, что сегодня издеваются над нашими русскими людьми, которые сегодня уже немного и могут, потому что немногие могут выучить этот язык в силу возраста, в силу возраста. Есть провокаторы, которые пытаются из этой проблемы сделать конфликт. То, что вы делаете, это русский фашизм. Я сам из вас трюс. Сейчас по городу получим. Тихо, 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 тихо. Тихо. Все. Все. Упал Натаныч. Все. Мир. Все. Мир. Вылез. Можем продолжать. Спасибо. Да ничего. Приятного аппетита. Владимир Алма-Ата, депутат. Владимир, у нас как в Думе побеждает не самый красноречивый, а большинство. Вы самое слабое звено, прощай. Большинство всегда это самые тупые, самые трусливые и подвержены коррупции. Вы поите пропадом, вы все. Меня выкинули эти жалкие актеришки. Неприятно. Все три остались кто-нибудь такие. Кто их помнит, кому они нужны. Напоследок бы, как говорится, шляпу сорвать бы с этого боярского. Да и Меладзе, чтобы меньше улыбался, стоял бы, может быть. Ну и воронто вы как-то стоит, помалкивает, так сказать, молчал бы. Я бы мог выиграть, в принципе. Тут ничего не соображают. Тупыецы. Надоели. Надо от устало. К черту что. До свидания. С праздником. Поскольку 19-го числа у меня был назначен первый съемочный день фильма «Маленький гигант большого секса», я пытался... Дурацкий фильм «Маленький гигант большого секса». Страна в крови. Не завидуйте Владимиру Больфову. Страна. Не завидуйте. Через два дня руки страна, а у него «Маленький гигант большого секса». Просто узнав о блестящем результате на выборах президента РСФСР, поскольку Владимир Вольфович занял третье место, а вообще-то должен был занять второе, я понял, что проблем уже в стране никаких не будет, то надо идти сниматься в кино. То, что я должен был делать по сценарию, фильм «Маленький гигант большого секса», это хотел делать Жириновский со страной. Более того, у него для этого есть все основания, есть талант, у него огромный размер темперамента. Пусть Казанов только давайте пошути, расскажи, расскажи, какие дураки у нас наши граждане. Это никто и не знает телезрителей. Борис Николаевич сидит и говорит мне, Жириновский прислал водку свою в подарок. Я молчу. После этого он делает так лицо и говорит, сучок. Это по поводу того, кто спаивал президента. Вы спаивали нашего президента. Как вам не... Я не про спаивание вам говорю. Но подарил ящик водки. Мы всем направили, всем. А я не получил. Всем направили. Как? Я не получил ящик водки. Я получил только замечательную телеграмму с поздравлением. Что ваш ящик водки воду мгельцев. День рождения. Очень хорошие слова. Такие слова думал, что просто отец родной с того света написал, понимаешь? Такие замечательные слова. Причем мне говорят, надо встретиться с Жириновским. А что он сказал? Он сказал, что ты поджег театр эстрады. Я сначала думал, я сейчас буду говорить, я поджег театр эстрады. А потом думаю, ну что за идиотизм, ну как. Ну это все равно, что сказать. Жириновский позавчера изнасиловал Новодворскую в подъезде. Ну бред. Ну просто бред. Причем, 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 если бы это был не он, если бы это был не он, я бы взял, пошел бы в суд, в Османной. Да? Написал бы жалобу, подал бы в суд на клевету. Потом я подумал, он же шоумен. Он же актер. Он же понимает, что если говорить правду, нет конфликта. Нет, 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 все будет неживое. Вот Владимир Вольф спросил меня, чего ты там в президентском клубе делал? Я-то удивился, чему он туда пришел. Потому что я пришел, я играл в бильярд. В этот момент открывается дверь. Тихий-тихий человек вошел. Просто с оксфордским взглядом. Он про всех все понимает, всему знает цену просто сто процентов. Но задача другая сейчас. Какая? Умирал, хотел стать министром рыбной промышленности. Умирал, просил Коржакова, чтобы тот уговорил Ельцина, назначил. Умирал, со свойственной мне прямотой, на одном из приемов, куда его позвали, а я прошел сам. Пробрались. Конечно. Говорю. И он, значит, задаю вопрос. Я говорю, Владимир Вольф, зачем? Оказывается, какая-то рыбная промышленность. И он вдруг так, как-то совершенно по-детски сказал. Он говорит, знаешь, как я рыбу люблю. Вот так и не было.